Не так давно жил один учитель, который чрезвычайно беспокоился об академической успеваемости своих учеников и в целом об их благополучии. Всегда заранее предупреждал о подходящих экзаменах, требуя от них тщательной подготовки. Он настолько был обеспокоен о них, что давал вопросы экзамена заранее, чтобы никто из его учеников не мог заявить, что он был застегнут врасплох. Однако его студенты делились на три типа. Первый тип не доверяли учителю. Вторые говорили, да, мы верим учителю, но всё же будем оставлять подготовку к экзаменам до последнего, и когда останется совсем немного времени, мы начнём подготовку. Третий тип были самыми мудрыми из них, и они доверяли каждому заявлению учителя и предварительно подготавливались к экзаменам. Когда наступало время экзаменов, только третий тип студентов были радостными, как во время экзамена, так и после. Этим учителем был пророк Мухаммад, а его ученики – это все люди, кто жил в его время и после. А экзамен, которому он сказал нам подготовиться, – это допрос в судный день перед Всевышним Аллахом. А что касается вопросов, которые он заранее дал, то первый из них – это вопрос о твоих намазах. Тщательный и мучительно точный допрос о каждом поясном и земном поклоне, об омовении и сосредоточенности в намазе, о своевременном выполнении намаза. Передаётся от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Поистине, в день суда первым делом раб будет спрошен за намаз. Если намазы будут хорошими, то человек преуспеет и добьётся желаемого, а если окажутся негодными, то он потерпит неудачу и понесёт убыток. Если же в обязательных молитвах обнаружатся недостатки, Господь схажет ангелам – посмотрите, есть ли у раба моего что-нибудь из добровольных деяний. И за счёт этого будут восполнены недостатки в обязательных молитвах, а затем и со всеми остальными его деяниями поступят так же. Дорогие братья и сёстры, как вы подготовлены на первый допрос? Восполнены ли все ваши обязательные молитвы? Как они совершены? В какое время вы их совершили? Где вы их совершили? Мудрые люди накапливают большой резерв добровольных деяний, чтобы в случае недостатка возместить их. Второе, за что раб будет спрошен – это блага и удовольствие, которое он испытывал в земной жизни вплоть до самого маленького блага. Передаётся так же от Абу Хурайры, это будет доволен им Аллах, что пророк А.С. сказал. Аллах встретит своего раба в судный день и скажет. О такой-то! Разве я не почтил тебя? Разве я не сделал тебя господином? Разве я не даровал тебе супругу? Разве я не подчинил тебе лошадей и верблюдов? Разве я не сделал тебя вождём и не даровал тебе главенство? Передаются такие слова от Абу Зара, да будет доволен им Аллах. Человек, обладавший двумя дирхамами, будет иметь более суровый счёт в судный день, чем человек, который владел только одним дирхамом. Что касается третьего, четвёртого, пятого и шестого вопроса, то мы можем найти их в следующем хадисе. Передаётся от Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что пророк А.С. сказал. В судный день раб не сдвинется с места, пока не будет спрошен о своей жизни, как он её провёл, и о знании его, на что он его использовал, и о его имуществе, как он приобрёл его и на что потратил, и о теле его, как он его использовал. Обратите внимание на чёткость этих вопросов. Это милость Аллаха. Сколько ты прожил и как ты провёл эти годы? Например, ты прожил 50, 60, 70 лет. Что было твоей целью? На что ты тратил свои дни? И на что ты тратил своё внимание и сосредоточенность по ночам? Ради чего ты в действительности жил и умер? Что ты сотворил со своей жизнью? Спросят об имуществе, как ты заработал и на что ты их потратил. В наше время есть бесчисленные способы лёгкой прибыли. Как ты нажал своё имущество? Помогал ли ты своим родителям? Облегчал ли ты им ношу? Вывел ли ты их от вынужденности брать долги? Ты помог своей семье? Ты помог обделённым и немощным? Давал ли ты садока и закат? На что ты использовал свои знания? Сколько лекций и уроков проходят, и в скольких мы участвуем? Столько возможностей. И за это будет спрос. За наше тело будет спрос. Глаза, уши, нос и все остальные органы. Как же разумный человек будет готовиться к судному дню? Когда его глаза наткнутся на харам, он опустит взор. Его уши не хотят услышать запретное. Когда его сердце загрязняется пороками, то он делает таубу, то есть покаяние, и очищается. Следующий вопрос. Когда вокруг тебя происходила несправедливость и притеснение, какая у тебя была позиция? Очень тяжёлый вопрос. Сподвижники плакали, когда слышали следующий хадис. Аллах спросит в судный день своего раба. Почему ты молчал, когда видел несправедливость вокруг себя? Этот человек ответит. О, Аллах, я надеялся на тебя, но боялся людей. Это может быть ваш друг, коллега по работе или член семьи, который совершает недозволенное перед вами. Почему вы не указали и не остановили это? Абу Саид, передатчик этого хадиса, заплакал, услышав это и сказал, мы видели столько неправильного, но боялись сказать об этом. В день Великого Суда придётся ответить за всё.